Это должен был получился щелчок, выпендрёжный, но не вышло. Всем добрейшего времени суток. Меня зовут Даша, и некоторое время тому назад я решила отказаться от рубрики «Прочитанная за месяц» и рассказывать о книгах по мере их прочтения, более-менее подгоняя под один вид книг, если это у меня, конечно, получалось. Но что-то мне не нравится, как это всё в итоге получило результат, и я решила вернуться к этой рубрике «Высшей упомянутой». Да, учитывая, что сентябрь закончился, а всего три книги осталось сентябрьских, о которых я ещё не рассказывала. Очень мудрое решение. Ну что вы хотели? Женская логика. Тем не менее, начнём. Вот такая странность. Книги, о которых я сегодня расскажу, они друг другу вообще не подходят от слова «совсем». Они полные противоположности друг другу. Это Алиса Крыжовникова с её подосковой книжкой «Лиз Двамира Полуэнпио» с очень яркой, сочной обложкой. И «Тревожный Трезариум», «Акунина Чхартишвили». Это книга о ней сейчас я расскажу вам всё. И понеслась. Это должен был получился щелчок выпендрёжный, но не вышло. Итак, начнём по мере чтения. Первой была Алиса Крыжовникова с её «Лиз Домер Полуэнпио». Это была спонтанная покупка. Под влиянием на войск книжных видеоблогеров. Я даже не помню, какого именно, хотя у меня есть подозрения. Но почему я послушалась? Мне было обещано что-то такое жизнерадостное, что-то такое повышающее жизненный тон, что-то такое смешливое, ужасно забавное. Может, и просто не в том возрасте. Вы знаете, когда я показываю Крыжовину, я рассказываю о нём, мне иногда говорят, ты типа дура, он же пишет не для твоего возрастного контингента. И отвечу, ну, чем плохо быть взрослой? Вот так много обязательств взрослых, должно же быть какая-то дружно. Почему я могу читать книги, которые... И про то, мне кажется, Крыжевские книги, они вообще для всех. И поэтому я считала, что я могу читать с удовольствием с превеликим книги, они считаны на подосковую, и то именно на детскую. Я ошиблась. Я вне сомнений. Людям того, который я сейчас озвучила, книга понравится очень. Но у меня за плечами столько много прочитанных книг, столько знаний о них. И вот в книге, которую я сейчас только что показала, нет абсолютно ничего нового. Всё это уже было. Я и не раз, многократно, тысячи раз. Другие авторы писали об этом. И как бы тут просто повтор. Просто немножко в другие обстоятельства всё это заключено, но всё это уже было много раз. И у более знаменитых авторов. Тем не менее, я увлеклась. Прошу прощения за полтологию. А чём же эта книга? Здесь две повести. У всех героев, в обеих повестях, герои одни и те же. В первой повести они только знакомятся, заодно читатели с ними знакомятся. И один из них уже может догадаться по названию на половину вампир. Такое фэнтези вот вышло. Его друг и там ещё один человечек, которые оба, ну просто люди, магу, они учатся в школе. И вот встречаются, знакомятся и начинаются подключения. И первая повесть – это что-то вроде детского детектива, но с такой фэнтезийной ноткой. Так вы найдёте и Лепрекона, и, как я уже сказала, на половину вампира, и бомши, и, ну, много там кто есть. Вторая часть – это нечаянно, магу, заключает пари, наверное, так можно сказать, с магическим существом. Абсолютно не всерьёз, но всё это оборачивается в весьма серьёзной ситуации и не начинает игру на желание в картам. И картами выступают люди, и магические существа. И порой это люди и магические существа. Существа очень близки сердцу игроку. Чем всё это закончится, можете узнать в данной книге. Здесь есть, кстати, и романтическая линия. Заканчиваем с Кожовникой и переходим к Трезориуму. Такое серьёзное слово прям. Что такое Трезориум? Это название воспитательного дома. Не поверите, но действие происходит вперёд второй мировой войны. И вокруг этого самого Трезориума верится просто весь сюжет. Эта книга является четвёртой в цикле «Семейный альбом». Напомню вам, как назывались первые три. Первая – «Аристономия», вторая – «Другой путь» и третья – это «Счастливая Россия». Итак, вышеупомянутую Трезориум делает, знаете кто? Немец. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Он меняется документами с евреем, на секундочку, и делает этот воспитательный ноу-гетто. Вы не ослышались? У меня глаза были вот такие, когда я это почитал. И тут Кунин сел своего любимого оседлал, любимую коняшку. Рассуждение. У него целая воспитательная система здесь новейшая. Подробнейшим образом расписаны. Дети поделены на типажи. Каждый тип раскрыт очень подробно. И под типы тоже. И знаете что? Помните книгу Кунина Азазель? Там была такая мадам, имя не помню, фамилия Эстер, мама англичанка. Она приехала в Россию с тем, чтобы здесь сделать дом для детей. Воспитывать их, обучаясь. И вот вы знаете, вот этот немец и вот та дамочка просто идейные близнецы. Вот один к одному. Просто здесь Кунин дал другое имя, другое национальность, поставил другие условия. Но по сути это та же Эстер. И чтобы читатель не заскучал, ну просто на случай, если ему это не интересно, он параллельно ведет еще две линии. Первая линия это Рэм, юноша, который направляется на фронт, чтобы воевать. И еще одна линия это девушка Татьяна, сама она русская, она так вышла, что живет она в Германии. Она ненавидит вообще всех немцев. Вы не слышали, не фашистов, а именно немцев. Подзирает их просто до невозможности. Для нее весь мир делится только на черное и белое, никаких других оттенков, никаких радиентов. И тут я начну причислять слабые места. Обычно когда я читаю художественную книгу, если действие происходит зимой, блютую стужу, а я читаю ее, скажем, в июле, в яркий солнечный день, я начинаю прям мерзнуть. Если я знакомлюсь с диалогом двух разных людей, я реально слышу двух разных людей. это происходит со всеми художественными книгами. У меня голова очень странная. Но здесь я за каждой личностью, за каждой фразой, за каждым описанием слышала голос Акунина. То есть он не старался показать читателю разных людей. Может, это чисто мое субъективное восприятие, но вот так вот у меня получилось. Далее. Вот этот двойник Эстер идейный. Как о нем идет повествование? Рен, так зовут нашего юноша, который отправляет воевать, совершенно случайным образом находит тетрадку, где этот воспитатель будем называть его так, излагает все свои мысли по поводу воспитания детей, ну вот то, как он создавал этот дом воспитательный, трезориум. Ну как Рен находит тетрадку? Он едет в поезде и один из его скажем так коллег дает, вырывает из этой тетрадки листы наугад с тем, чтобы другие, едущие в этом поезде на фронт, скрутили папиросы себе. Рен интересуется написанным, ему это интеллигует, он выглянчивает эту тетрадку себе у товарища и начинает читать. И таким образом мы знакомимся с идеей трезориума. И учитывая этот момент, что этот фронтовик далеко не первый раз Рэмс сам выдает эту мысль, наблюдая страницы тетради, в общем, далеко не первый раз калечит эту рукопись, можно так сказать, уж больно стройно течет рассказ в этой тетради о том, как все создавалось. Периодически автор, правда, вспоминает, видимо, что по легенде некоторые листы из тетради вырваны и обрывают на полусловие, но уже больно в таких гладких местах, чтобы не прерывать основную его мысль. И вот это место мне тоже кажется слабым, но концовка меня убила. Я не буду вам ничего говорить, но я вообще такого не ожидала. Я была уверена просто абсолютно на 120%, на 333% в определенном финале. я дождалась нет. Я была шокирована. Да. Я была сильно шокирована. Снова да. Я была просто убита. Я вот этой сюрпризностью вообще не ожидала такого. и весь оставшийся вечер я просто читала книгу где-то в 7-8. Я просто вплоть до сна ходила просто вот так схватившись за голову и причитала «Ну как так? Ну как так? Почему? 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 Ну почему?» Вот. Такие эмоции у меня создала вот эта книга. Вы не думайте, она хорошая, то-то увлеклась расписанием ее слабых мест. Это все мой субъективный взгляд. У вас она может быть абсолютно иначе. Я видела отзывы, где люди просто исклились от восторга и они правы. Книга действительно достоинная. Собственно, что такое и ожидалось. Неудивительно, что у меня автопокупаемый автор. что-то в строге какая-то уже больно получилось. Неудачный. На сегодня все. Это все, что я хотела вам рассказать о сентябрьских книгах. Как я уже сказала, выше их осталось всего две. Так что сентябрь будет более зато насыщенным. На сегодня все. Пока-пока. До скорых книг.